В Шемкенте жители девятиэтажки, построенные всего пять лет назад, требуют срочно сделать ремонт, пока она не развалилась. Стены во многих квартирах пошли трещинами. Что и неудивительно, в здании течет крыша, а подвалы затоплены зловонными стоками. Чиновники говорят, дом еще на гарантии и уверяют, что все можно исправить. Наши корреспонденты с подробностями. Этот внешне красивый дом в микрорайоне Астана, кажется, можно показывать как пример бытового кошмара. Здесь куда ни глянь, повсюду проблема. Вот, например, крыша, как решето. Во время дождей в квартирах и подъездах льет, так же, как и на улице. Дома всего пять лет. Арендные квартиры в основном получала молодежь. Правда, радоваться и наслаждаться комфортом пришлось недолго. Проблемы начались уже на второй год. Сейчас, помимо протекающей крыши, здесь такой же мрачный подвал, заполненный сточными водами. Запах ужасный. А еще из-за того, что подвал залит стоками, оттуда уже по всем квартирам расползлись полчища тараканов. Мы думаем, что канализация здесь была сделана неправильно, поэтому и затапливает. И это все продолжается уже четыре года, а гарантия пять лет. Что будет, когда она закончится? Мы не знаем, что нам делать. Затопленными стоят и насосы, которые подкачивают воду, поэтому выше шестого этажа она не поднимается. Из-за постоянной сырости дом стал оседать, и по стенам поползли трещины. Вот, пожалуйста, смотрите, вот что тут творится. В щели дует так, что дети и внуки всю зиму болеют. А мы через эти трещины можем с соседями спокойно разговаривать. Они нас слышат, мы их. Все разваливается. Дом усадку дает. Приглашенные чиновники внимательно осмотрели и крыши, и подвал, и стены в квартирах. Правда, критической ситуации они не считают, и повода поднимать шум не видят. Говорят, раз есть подрядчик в гарантии, то он и устранит. Тем более, если сам сделал все неправильно. А трещины, мол, и вовсе не проблема. Когда дом только построен, всегда трещины появляются. Если мы сейчас стыковки восстановим, такого уже не будет. По нормам газоблок всегда трещину дает. А что касается подвала и насосов, то если это вина застройщика, то он должен за свой счет все переделать и восстановить. Подрядчик обещал взяться за ремонт, как только потеплеет. Срок ему дали до конца года. Иначе за такое строительство с ним будут разбираться в суде. Ирина Морозова, Бекабиев, Евгений Сергеенко, Андрей Сибирев, КТК, Шимкент.